О том, что произошло в Турции, расскажет наш собственный корреспондент в Турции Турал Асадов, он у нас на прямой связи. Здравствуй, Турал. Вчера произошла, как говорится, эта трагедия. Какая информация к этому часу? Да, к сожалению, на данный момент это самая обсуждаемая тема в Турции. И взрыв произошел вчера уже, можно сказать, вечером, в вечерние часы, и информация сразу начала поступать. Реджеп Тайпердаган, президент Турции, направил в регион министров, в частности, министра внутренних дел и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмаза и Сулеймана Сойлу, министра внутренних дел. И интенсивные работы по спасению людей, которые остались под завалами и внутри шахты, они были начаты. То есть в регион привлечены очень большие силы, много бригад скорой помощи, спасательных служб. Работы до сих пор продолжаются. К сожалению, на данный момент есть информация о том, что погибли уже 28 человек. Информация постоянно обновляется. Будем надеяться, что число погибших не возрастет. Но внутри завала, внутри шахты остается все еще 15 человек, поиски и спасательные работы по которым продолжаются. Но между тем, спустя несколько часов после взрыва на шахте и начала спасательных работ, поступала самая разная информация. Некоторые из них были не совсем корректными. Например, изначально было заявлено, что причиной стал взрыв трансформатора. Но затем эта информация была опровергнута. Сейчас структура и министерство соответствующие заявляют о том, что, скорее всего, причиной стал взрыв метанового газа. То есть действительно очень большой взрыв произошел на шахте. И необходимо сказать, что по сообщениям турецких СМИ, эта угольная шахта в Амасере является самой крупной угольной шахтой в Европе. То есть это очень важное предприятие для экономики Турции. Действительно, помимо человеческих жертв, такой катастрофы, это и может на какое-то время негативно отразиться и в этом направлении. В плане экономики и продолжения работ на этой территории. Если говорить о мерах, которые предпринимаются, сегодня сам президент Турции Эрдоган лично планирует посетить регион. Он вчера об этом заявил и отменил все свои программы, которые были на сегодняшний день запланированы. Он должен был отправиться в Диарбекир и там встретиться с местными жителями. Но вот из-за случившегося он отменил эту поездку и направится сегодня в Амасуру, в регион. И там лично будет контролировать процесс спасательной работы. И министры на месте уже ему доложат самую последнюю информацию. Ну вот я опять-таки сказал, что пока что 15 человек все еще остаются под завалами внутри шахты. СМИ турецкие сообщают, что огонь все еще не потушен внутри шахты. Но необходимо отметить, что это очень сложно сделать, потому что взрыв произошел на глубине приблизительно, вот опять-таки по сообщениям местных СМИ, это приблизительно минус 300 этаж, если вот так сравнивать. И эти 15 человек фактически тоже на этой же глубине остались. Пока неизвестно, живы ли они, будем на это надеяться, но информация пока по ним не поступила. И были распространены также кадры того, как дым из шахты все еще продолжает выходить. И он достаточно густой. Вот как говорили специалисты, комментируя все эти события на местных телеканалах, что тот факт, что дым сгущается и темнеет, означает, что подтверждает тот факт, что пожар все еще продолжается внутри, вызванный вот этим взрывом метанового газа. И работа продолжается спасательной. Было также заявлено, что те люди, которые были уже спасены, шесть из них были отправлены самолетами и вертолетами скорой помощи в Стамбул для продолжения, для лечения. А остальные люди, у которых повреждения были не настолько серьезными, их направили в местные больницы и больницы ближайших городов. Необходимо тут отметить также, что оппозиция также, например, консолидирована вокруг этого вопроса. Члены оппозиции и председатели партии оппозиционных Кемаль Кричтороглу и Мирал Экшенер, это две оппозиционные партии. Они также сегодня планируют направиться в регион и также познакомиться со спасательными работами. У нас также есть информация от непосредственно тех, кто были спасены из-под завалов после взрыва. По их сообщениям они тоже не особо понимают, что на самом деле произошло, потому что взрыв произошел мгновенно. Это было совершенно неожиданно. Один из них смог спастись сам. Он сказал, что у него было буквально две минуты. Как только он вышел, взрыв уже распространился, агоний, взрыв до части, где он находился тоже. Но, слава богу, он смог выйти из этой территории, из той глубины части шахты, где непосредственно начался взрыв и в последующем и пожар. То есть тут необходимо отметить, что информация поступает самая, опять-таки, как я говорил, разная. Некоторая информация, возможно, бывает непроверена, поэтому приходится ссылаться только на официальные заявления, официальные заявления министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Дом Маза. Они буквально и вечером, и сегодня утром также выступали перед представителями СМИ, медиа, и давали свои комментарии. И, опять-таки, повторюсь, было заявлено, что погибли уже, к сожалению, 28 человек, по 15 работают спасательные, по поиску 15 человек продолжаются. И в конце хотел бы еще отметить, что касательно вот этой непроверенной информации и дезинформации по структуру полиции, полиция уже начала разбирательство, и выявлены 12 аккаунтов в социальных сетях, которые распространяют как раз-таки дезинформацию и нагнетают обстановку, и как бы содействуют тому, что люди... Содействуют тому, что появляется паника среди людей, и люди бывают информированы ложными данными, ложными сведениями, что, безусловно, в такой ситуации не должно происходить. Ну, вот, как я и сказал, господин Эрдоган направляется в регион, и будем надеяться, что спасательные работы скоро завершатся, и все те, кто... эти 15 человек, которые там остались, в целом их было, по последней информации, 110 человек, которые работали на момент взрыва и находились в шахте, и вот эти 15 из них, будем надеяться, что также будут спасены, и жертв боли не будет. На этом у меня от Элли пока все, передаю слово вам. Спасибо большое, это действительно очень страшная трагедия, которая произошла в провинции Бартен. Турал Асади, собственный корреспондент в Турции, выходил на прямую связь. Мы желаем всем пострадавшим выздоровления Турал, и будем надеяться на, как говорится, спасение оставшихся шахтеров. Продолжение следует...